Ну и что я вам скажу, традиционно у нас есть такая презентация от наших партнеров, это мэтра, в этот раз конечно без устриц, Ивана Франковский вас например возили утром поили шампанским и устрицами, а сейчас у нас будет вкус, вкус перенеев, да, и аперитив перед обедом и все о вене расскажем. Добрый день, уважаемые гости, меня зовут Алексей Кишко, я шеф Сомелье компании «Мэтр Кэшн Кири», пока готовится вино, два слова расскажу о себе, я больше, наверное, ресторан Сомелье, работал около 12 лет в киевском ресторане, открывал отель «Интерконтиненталь» как Сомелье, имею большой опыт, в прошлом году стал чемпионом Украины Сомелье за 2014 год, 2014 год. Ресторан Украина на чемпионате мира в Японии и на чемпионате Европы Сомелье в Японии. Немного разбираюсь в вене, хотел бы с вами сегодня поделиться своими знаниями, но за долгие годы работы в ресторане я понял, что наш потребитель не всегда готов слушать меня как профессионала и слушать мои высокопарные слова с какими-то тонкими описаниями вина, и я понимаю, что не всегда это весело и не всегда это уместно. Сегодня будет такая дегустация в домашнем стиле, мы с вами подойдем к столу, я вам немножко расскажу о винах, которые я хотел себе представить, а до этого хотел бы представить вам небольшое мотивационное видео под компанией «Мэтр» для ресторана. Ресторан Украина 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 Этот дух вдохновляет нас в метро. Поэтому мы обязуем узнать и предлагать нашим клиентам уникальные товары и услуги. Мы откроемся до обмену опытом, до инновационного думания и желаем вдохновлять клиентов новыми идеями. Только помогающим клиентам стать успешными, мы сможем выполнить наше амбитное предназначение быть защитником приватного бизнеса. Вы и метро. Спасибо. И хотел сказать пару слов обвинения, которые я сегодня представил. Почему перед ней, почему у нас сегодня две остальные, которые вы попробуете, это были два белых и два красных вина, Испания и Португалия. Я уверен, что во многих из странах, где есть обширная винная карта, уже появляются испанские вина. Скажу, что последние несколько лет в киевских странах, это, наверное, трендовая страна, которую люди ищут, в винных картах начинают пробовать, начинают разбираться. И скажу, что сейчас многие потребители уже знают не только главный регион винный, в Испании и Риоко, но уже изучают другие. Сегодня у нас будет Риберро до Эдуэро, регион реки Доэро, и Доэро в Португалии. Два винных региона соседствующих друг с другом в разных странах, имеют совершенно разный вкус вина, и хотел представить точную работу именно ведь именно. Работая в ресторане, я всегда хотел бы на шаг вперед, перед моими коллегами с других ресторанов семьи, я всегда хотел найти что-то новое, интересное для гостей. И в этом заключалась моя работа, в том, чтобы давать, пробовать моим гостям, тем гостям, которые ходили не на меня, не на шеф-повара, а конкретно на меня, и я знал их вкусы, я хотел создавать что-то новое, интересное и разбиранное. В этом смысле всегда было у меня очень интересно работать, потому что мне нужно было продавать вина, и было тяжело продавать. Это не просека, это не пинахуриджио, как я люблю говорить, итальянское, которое продает само себя, и знаменитая шабли, которая, сами мне не нужно продавать это вино, гости прекрасно знают. Да что-то новое, всегда тяжело продавать, но очень интересно управлять гостей. Поэтому сегодня хочу вас, надеюсь, удивить нашими винами. По цене, цену оглашать не буду, вы мне скажете, сколько вам было бы не жалко заплатить такое вино, и, конечно, потом я буду сказать по цене. Первое вино будет два белых, Испания и Португалия, и белое, красное, Испания и Португалия. Подходите, я расскажу уже возле стола больше о этих винох.